Добрый день! С вами Георгия Скотодиана. Рада приветствовать вас на канале Татя Гео. Сегодня речь пойдет о щитовке. Что это такое и как с ней вообще бороться. Насекомое, которое присасывается в основном к молодым листикам, к молодым побегам. Если ей не хватает места и не хватает питания, то они распространяются и вдоль всего ствола. Как она выглядит? Это такие блямбочки, похожие на маленькие щиты. И они бывают выпуклые, бывают плоские. Вот лжещитовка у нее как раз таки бугорком. А у щитовки, у нее плоский щит. Щитовка также поражает лимоны, апельсины, мандарины. Сейчас я вам покажу. Вот здесь я нашла, далеко ходить не надо, только хотела эту тему затронуть. И посмотрите. Видите, она прямо на самом, сам плод, вот здесь вот очаг, здесь очаг. И все это пришло с листьев. Вот на листьях сначала щитовка. Надеюсь, что вам видно. Вот на листьях сначала щитовка. Видите, как она выглядит? Очень мелкая такая, достаточно плоская. Но если вот эту вот убрать, сковырнуть. Вот они так, конечно, отходят, вот отваливаются. Вот это вот насекомое. Кажется, что оно никак не перемещается, но оно очень хорошо перемещается и на соседние листья, и на соседние растения. Поэтому щитовкой очень нужно быть внимательным, аккуратным. Естественно, растение начинает болеть. Может быть, сразу же так и незаметно. Но по прошествии какого-то периода времени, видно, что листочки вот эти вот начинают скручиваться и вообще отпадывать. Если вы заметили такое неприятное явление у себя на каком-либо растении, обычно оно переносится, приносится извне. Вы, допустим, купили какое-то новое растение себе, не обратили внимания, принесли домой и по прошествии какого-то периода времени смотрите, что растение не очень хорошо себя чувствует. Надо, конечно, предварительно смотреть. Щитовка на самом деле очень распространена и не только в России, но и в Европе тоже. Если комнатное растение, да, вы принесли и увидели, что оно заражено щитовкой, нужно обязательно его от других растений убрать отдельно. Если есть возможность еще спасти растение, его нужно пролить. Есть химические растворы, которые продаются в цветочных магазинах, разбавляйте, как указано на упаковке и проливайте. Да, это химия, но она достаточно действенна. Если у вас какие-то, может быть, аллергические реакции на химию, можно попробовать натуральными средствами раствор лука, чеснока, мыла. То есть там несколько есть вариантов. Это все пробрызгивается, смываете аккуратно с листочков. Есть такие, допустим, если у вас фикус бенджамина, да, с мелкими листками, то вы не сможете каждый листочек обработать досконально и убрать там щеточкой эту болячку. Все место, где оно стояло, обязательно хорошо протрите и продензифицируйте, потому что щитовка, она оставляет еще липкие капли. Я не знаю, кто-то говорит, что они сладкие, но я не пробовала и желания нет особо. Вот то место, где стоял горшок, липкое будет. Даже если там прислонено было к стеклу растение, оно точно так же, стекло будет тоже липкое. Там могут оставаться личинки вот этого насекомого, поэтому все место, где было зараженное растение, обязательно продензифицируйте. Промойте тщательно, чтобы предотвратить распространение на другие ваши растения. Я думаю, что, ну это лично мое мнение, здесь нужно индивидуально смотреть по каждому растению. Есть возможность, если его обрызгать химическими растворами, возможно, это будет проще, быстрее растение возобновить свой жизненный цикл нормальный, освободившись от этой болезни. Ну вот тут могут возникнуть, конечно, по этому поводу споры. А если кто-то не хочет химией пользоваться, то народные вот такие средства, пусть они там старые, но достаточно проверенные. Смотрите по обстоятельствам на каждый случай, конкретно каждому растению применяйте либо тот метод, либо другой. Если это фруктовые какие-то растения, то, что вы будете потреблять в пищу, конечно, не стоит их каким-то образом проливать и обрызгивать в химии, чтобы не отравиться потом. Самое главное, смотрите на свое растение. Есть еще такой метод интересный. Если комнатное растение вынести, если, конечно, позволяют погодные условия, ну вот в Европе позволяют, допустим, комнатное растение вынести на улицу и там, где есть муравьи. То есть муравьи, как оказывается, они очень хорошо, не знаю, там едят они эту щитовку или как-то по-другому используют, но они ее убирают с растения, вычищают растения. Липкие капли от нее, они ее тоже съедают или как-то уносят, как-то перерабатывают. Да, это немножко длительный процесс. Если бы вынесли растение на улицу, аккуратнее с солнечными лучами, чтобы оно не получило ожоги. Муравьи, как оказывается, замечательно справляются с этим насекомым. Можно попробовать и такой вариант. Ну вот здесь, как видите, большое достаточно дерево апельсиновое и щитовка есть. Муравьи ее не нашли, не увидели. То есть все равно деревьям, растениям нужно помогать вовремя. Если бы заметили раньше эту щитовку, не сейчас, когда уже фрукты созревают, в этот период уже не стоит обрабатывать какими-то химическими веществами. Перед цветением можно было еще обработать. Напишите в комментариях, сталкивались ли вы с такой проблемой, как щитовка у вас. Либо дома, с вашими комнатными растениями, либо вот как здесь на открытых территориях, на участке. А с вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я желаю вам здоровых растений дома и на ваших участках. До новых встреч. Пока-пока.